Знать короткие номера необходимо. Кто знает, когда и кому понадобится скорая медицинская помощь. Зима в России наверстывает упущенные аномальными морозами. Синоптики обещают, что к выходным температура повысится до минус 13 и минус 15 днем. Пока же специальные службы работают в особом режиме. Главное – спасти человека. Этот мужчина благодарен полицейским. Говорит, подобрали, обогрели, напоили горячим чаем. Если бы не они, замерз бы. Такие морозы у патрульно-постовой службы – особое распоряжение. Если подвыпившего нашли неподалеку от дома, сдать на руки родственникам. Если нет – отправить в больницу. До личного состава каждый день на инструктажах доводится требование совместного приказа МВД и здравоохранения. Люди, которые утратили способность передвигаться вследствие опьянения сильнейшего, мы вызываем специализированную службу, 0-3, скорую помощь, и отправляем их в места, где они могут получить дополнительную помощь. Сами стражи порядка тоже работают по особому приказу. В сильные морозы – усиленная экипировка. Каждый час во время дежурства можно заходить в помещение и погреться. По долгу службы мы очень долго находимся на улице. Наступили морозы, и по уставу не запрещается носить варенки. Ноги нужно держать теплее. Ноги чаще всего страдают при обморожениях. В ожоговое отделение РКБ за последние сутки поступили 5 человек. У всех замерзли конечности. Чаще всего от морозов страдают мужчины среднего возраста, которые злоупотребляют алкоголем. Врачи отмечают, что люди стали внимательнее относиться к своему здоровью, хотя в такой мороз и трезвому человеку переохладиться несложно. В первую очередь одеваться по погоде, соответственно, температурному режиму окружающего воздуха. Конечно же, нужно одевать желательно непродуваемую одежду, ветренепропускающую. И еще, если почувствовали онемение или жжение в области открытых участков тела, если есть возможность, нужно зайти в теплое помещение, отогреться. Если нет такой возможности, то эти участки тела растереть шерстяным шарфиком или варежкой, но ни в коем случае снегом. И ни в коем случае нельзя принимать алкоголь. Спиртное – дополнительный фактор, который способствует обморожению. Всего в Чувашии с начала года пять человек погибли из-за морозов.